я уже четвертый год классный руководитель 22 мальчиков это для меня очень важное отношение и с ними вместе находясь на уроке проходят мои самые прекрасные часы где можно находиться только лишь в абсолютном присутствии в этом моменте когда они были маленькие то я повторяла им всегда фразу и святого силуана сафона твой брат твоя жизнь и я говорил им этот всего сердца как как будто это какое-то было бы пословица эстонская всеми силами я и пытался им эту мысль преподать и объяснить что это означает и сегодня достаточно если я только скажу твой брат и они знают в точности что это означает и я думаю что это фраза сделала и чудо и с ними и с каждым который ее слышал даже если они играют где-то на футбольной площадке я стопроцентно уверенно в их отношениях друг с другом они экстремально дружелюбны экстремально доброжелательно старец тадеуш из сербии сказал что наши мысли наша жизнь являются нашей жизнью то о чем мы думаем это детерминирует нашу жизнь и связать эти две мысли я осмеливаюсь сказать что мысли преподавателя это жизнь детей именно эти мысли сердца эти и сердце говорит нам о том что мысли детей это жизнь преподавателя это мысли сердечные они находятся в сердце и от него идут какие-то ниточки какие-то очень чувствительные каналы в этом поле которые объединяют преподавателя учителя и детей и на этом поле происходит очень большое движение и обмен информацией и учитель может использовать эти ниточки и когда мы имеем дело с ситуацией которую где нужно какое-то принять решение или начинается урок то я первое свое движение направляю к сердцу я вижу как это сразу отражается на всем классе и христианской школе это возможно потому что каждый преподаватель в этой школе молится за все семьи за каждого ребенка и тут мы видим как запускается некая трехмерная сеть в центре на которой находится сердце учителя это как скрипка это не фортепиано где который посещает каждый год настройщик а как скрипка которую не раз в год настраивают а и и настраивают прежде чем ты сможешь взять в руки и это настройка это как раз касается того настроя сердечного преподаватель учитель создает среду в своей школе и самую важную тут является именно личность самого учителя и центр его личности это его сердце и мы верим что педагогика состоит из отношений и это работа этого сердца запускает в диоцентричной школе весь все кровообращение наш друг франко нембрини легендарный преподаватель легендарной школы сказал проблема воспитания состоит не в детях в том чтобы возросли родители и преподаватели дети растут только добровольно но на наши усилия и труды должны быть направлены лишь на нас самих мы посещали печерский монастырь который мы посещаем два раза в год посещали его с детьми и отец тихон предложил что я приду и побеседую с вами это меня потрясло это очень большой монастырь с многочисленными функциями там поля и посещают его паломники и я подумал как же он найдет время для нас и когда мы начали свою беседу я спросила учитывая что у него очень плотная программа дня и что самое трудное и он сказал что это работа над собой это меня потрясло еще больше я потому что я думала что он знает и может совершать эту работу без напряжения но если для него это трудно и так воспитание детей это воспитание самого учителя и образовывая детей может происходить только в результате того что взрослый работает над собой мы можем назвать это педагогической аскезой это предпосылка развития человека и условия развития среды вокруг него говоря о сердце мы имеем ввиду духовный центр личности который совпадает с физическим сердцем находящимся в нашей груди святой григорий палама говорит что сердце это духу духовное тело которое охватывает наш все наше физическое тело и она стремится стать нашим духовным центром поступая по своему призванию служение ближнему мы становимся достойными божественного света и человек меняется он становится духовным центром и это значит что он полностью являет собой сердце и что оно характеризует сердце учителя оно болит оно сопереживает оно сопричастное от нас ожидают чтобы мы подготовили почву для благодати для солнечного света и чтобы сердце стало тем полем из которого произвел произрос добрый плод и так сердце учителя учится говорить на языке боли это родной язык язык для каждого из нас но он и чужой язык он как бы иностранный язык потому что среди культуры которая ориентирована на развлечения мы иногда отказываемся использовать этот язык но язык боли это высокий язык потому что на нем мы говорим с господом со своим ближним и мы чувствуем что они слышат нас и тем самым начинается диалог если мы сетуем только ближнему мы можем получить какое-то облегчение чисто эмоциональное но мы теряем мы теряем нечто духовное где мы на самом деле должны бы принести свои проблемы Богу мы слышали вчера профессор Реннус говорил нам о двух типах боли о тех болях которые мы должны избегать или должны их лечить или боли которые мы должны держать себе и это не мазохизм и глубокие переживания и осознание своего падшего состояния не должно нас привести к депрессии да будем рады ибо видев наше состояние это это почва для святого духа святые отцы говорят что легче увидеть ангела чем себя это не подвластно далеко не каждому увидеть себя но когда мы видим божью благодать и его милость это вдохновляет нас приносить наши страдания Богу во имя исцеления во имя благодати архимандрит сахаров говорит что крест Христов он многогранен то чтобы это невозможно чтобы христианин не пострадал в этом мире видя тот дух который царит в миру уже созерцание этого духа является страданием но это наша возможность в монастыре в семье в обществе в коллективе мы учимся жить в мире но по христиански если мы научимся жить рядом со своим ближним то мы научимся тем самым жить и с миллионами его подобных если я знаю знаю десять пятьдесят человек которых я знаю здесь то я знаю тем самым и миллионы ушедших уже людей но и своих современников их жизнь каким-то образом течет и сквозь меня и это страдание для нас полезно потому что по другому мы не научимся учительское сердце оно молящееся сердце через через это направленное внутрь молитву мы произносим каждый день и мы тем самым сотрудничаем с господом с господом потому что бог любит чистых сердцем и он относится к ним как своим друзьям сердце учителя это место события это место встречи это храм где происходит встреча с другим с иным с каждым учеником с каждым родителем с богом это живое место где происходит соединение энергии и как метод здесь направленность внимания внутрь если сознание объединено но с сердцем то человек властвует над всей своей сущностью в нем нету разрозненности это состояние святых и школе поэтому хорошо быть идеалоцентричной стараться и осуществить свой идеал сердце учителя надежное смелое дерзновенное оно не не боится этой процедуры очищения мы несем в себе богоподобие и поэтому у нас всегда есть возможность от своего падшего состояния вернуться к свету и когда мы говорим в момент боли словами блудного сына я умру от голода то человек видит путь в свое сердце и понимает свою ситуацию и это тот момент где бог вступает в свои права и говорит сын ты всегда со мной и все что мое все твое сердце учителей боязливое сердце архимандрит захарий говорит в зависимости от духовных развития мы можем увидеть разные влияния богобоязненности в начальной фазе оно рождает много мудрое желание стремиться к вечной жизни но более поздняя богобоязненность показывает нам нашу слабость и нашу человеческую сущность и дальше когда тщеславие не дает нам развиваться то богобоязненность держать сердце в смирении научает человека не возноситься не думать о себе а называть вещи своими именами видя себя как бы в скромном свете благодарность и смирение увеличивает в нас благодать и возникает самое грандиозное происходит грандиозное событие бог объединяется с человеком это грандиознейшее событие в мире и тема богобоязненность она являет нам что именно такое сердце любимо богом сердце учителя чисто в нашем мире зло и добро настолько смешалось что часто к нам ищет подход и зло наши нечистые помыслы становятся нашей второй натурой они хотят укрепиться укрепиться в нашем сознании в нашем сердце и нет большего несчастья чем окаменелое сердце которое не способно отличить светлое темного не способно делать выбор опознавать плоды своего своей жизни и здесь нам поможет бескомпромиссный рецепт на любой случай люби бога своего и люби ближнего своего поэтому рецепту жизнь поэтому рецепту это борьба сердце это поле битвы которое должно очиститься от всего от всей неправды от всего греха и учитель который должен привнести сегодня класс в класс покой его сердце характеризуется и носителем покоя архимандрит сахарий описывает как к нему пришел известный писатель и он был очень взволнован и очень взбудоражен и отец сахарий сказал что как если наше сознание если мы метаем смечемся с одного угла в другой то мы никогда не найдем покоя от наших скорбей и писатель сказал именно точно то сказал мне один пожилой священник в России он сказал безрассудный углуби себя и ты найдешь покой но ни одно сердце ни один класс не успокоится прежде чем в него не войдет сам носитель покоя и сердце учителя оно целостное и мы отличаемся от святых тем что мы не являемся таковыми мы не являемся целостными мы думаем одно чувствуем другое делаем третье но только сотрудничать в сотрудничестве с божьей благодатью можно объединить и сознание и и дух сердце учителя теплое и светящееся как у человека честь сердца наси является носителем бесконечного присутствия бога оно смелое оно решительное и говорит о том что исток мудрости в богобоязненности сердце превращается в храм и человек превращается в инструмент в божественный инструмент для созидания и для достижения целей господних и хорошо если в сердце учителя есть энергия с богом если учителем если в сердце учителя есть Божья благодать то все пойдет как по маслу оно не будет причинять никому вреда сердце учителя творческое сердце учителя потому что нет большего творчества потому что нет это есть молитва она каждый день отлично Отлично. То она рождается в боли, то рождается сама собой, с легкостью. Сердце учителя авторитетно, потому что учитель служит через свой авторитет. Оно притягивает, берет на себя агрессию, которую она видит в классе, и берет самые горькие капли в этом общении, и ей за это даруется авторитет. Яков боролся с Богом всю ночь, но когда он смирился, ему явился сам Господь. И затем он пошел встретить Исаака, который ощутил, что в Якове находится Дух Бога. И вместо того, чтобы убить Якова, он бросился ему на шею в слезах. Ключ в том, что в каждой ситуации надо найти ту смиренную мысль, которая приблизит Божественную помощь. И мы не должны затем бояться. И парадоксально дети именно желают подчиниться такому учителю, имеющему такое сердце. Дисциплина обычно как бы рассматривается как внешнее нечто навязанное, она холодная, и она игнорирует развитие свободной воли. И не является для детей чем-то приятным. Но подчинение авторитету, добровольное подчинение воспитывает эту свободную волю. И она питает как детей, так и учителей этим духом свободы. Послушание – это добровольное дело. И каждый может принять это как свое личное добровольное решение. Это добровольный подвиг. Сердце учителя – это центр благодати. Как сохранить и приумножить благодать. И даже слезы могут помочь очиститься. И слезы – это очень хороший показатель. И когда там есть слезы, там мысли являются лишними часто. Но когда в голове теснится, роятся мысли, то нет места для слез. Для таких слез, которые ведут к очищению. И тогда Бог может вступить в свои права. Царитесь в этом сердце, в этой среде. И мы наблюдаем то, что Царство Божие внутри нас. Архимандрит Сафроний говорит, в жизни каждого человека есть период, где на нем лежит Божья благодать. И она ему поучает. И, как говорит Святой Силуан, мы должны до конца жизни сохранять эту благодать. Но есть в жизни человека и период, который мы можем назвать периодом, где этой благодати на нем нет. И ему трудно совершить любой благой поступок. Этот период очень тяжелый, но он совершенно необходим. То, что в трудные времена мы остаемся верными, и в этом вырабатывается наш характер, в этом и есть суть веры. Человеку дается сначала благодать, чтобы он вообще что-то мог садить. Затем благодать отдаляется, чтобы человек мог выказать свою преданность. И тот, кто выказал преданность в малейшем, тот стяжает и величайшее богатство для себя. Отец Сахарии говорит, Божие присутствие делает возможным... Мы могут сохранить только душевно здоровые. Но кто из нас... Сколько среди нас есть душевно здоровых? То, что для утешает и поддерживает душевно здорового, может для слабого быть совершенно уничтожающим. И поэтому для нас способ сохранения милости и благодати – это благодарность, постоянное смирение, говорит Максим Исповедник, что мы должны быть благодарны. Сама жизнь дана нам Богом, и мы можем благодарить Его за любой вдох, так как и окружающий нас воздух созданный. Отец Владимир Салибский сказал, в те времена, где Бог отдален, мы должны заставлять себя что-то делать. И сердце лишь затем прореагирует. Вчера мы услышали, что любовь – это тоже нечто тренируемое, и то, чему можно научиться. Мы недавно, когда мы принимали новый класс, то одна мама на вопрос, почему она хочет отдать ребенка в нашу школу, сказала, что здесь преподаватели сами тоже учатся. Они понимают, что не учась, эта школа не будет развиваться. И это было не ее ожидание, что мы уже умеем что-то делать, а то, что мы продолжаем учиться. И она поняла, что это и научит детей учиться. И в утешение нашим учителям несколько слов. Теперь в конце года на таких беседах по развитию, которые мы проводим регулярно с нашими родителями, сказал один мальчик, мне нравятся учителя нашей школы, потому что они опытные. Часто говорят, что, глядя на фотографии нашей школы, ой, у вас такой молодой коллектив, поэтому я очень удивилась, в каком смысле опытные. Он сказал, но они знают, они умеют. И в отец добавил, они с особой выучкой, то есть они особо какие-то натренированные. Я свидетельствую и надеюсь, что наши преподаватели действительно опытные, но они имеют опыт божественного посещения, который освещает и создает предпосылки для дальнейшего развития. Спасибо. Вы говорили о том, что ваши учителя молятся за ваших учеников, но вместе с тем вы говорили, что ряд учителей еще не выцерковились, то есть они как бы начинают свою молитву до выцерковления, да? Да, я сказала, что наши учителя молятся за учеников, за коллег, за родителей, и я говорила с учителями, что есть у нас среди учителей те, которые не являются религиозными людьми, но это все базируется на христианской антропологии, такая практика. все люди созданы богообразно, и у них у всех есть потенциал стать богообразными. И можно сказать, что мы получили инспирацию для создания школы. основой создания школы была музыка Арго Перт. И Арго Перт создал такую музыку, которая достигает сердца и душ всех людей во всем мире. И люди уже рождаются с этим кодом, который воспринимает такую музыку. Антропология восточного христианства в том, что на основе этого мы верим, что все люди, созданные Богом, просто некоторые еще не осознали этого. И тот учитель, который не является членом церкви, мы спрашиваем такого учителя, «Ты согласен с этим?» И, естественно, это все имеет и огромное педагогическое влияние. Я очень благодарна тому, что они согласны заниматься церковной практикой. Они хорошо образованные, современные люди, которые знают о всех выборах, никто их не принуждает к этому. Я думаю, они не занимались бы с этим, если бы они не наслаждались бы этим всем. А это влияет и на контакты с учениками. Это чудо. Это чудо. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.